Славянск на Кубани – город студенчества и молодежи. Более 30% населения нашего муниципального образования – это представители молодого поколения. Они принимают участие как в политической, так и в общественной жизни района. На этой неделе состоялось заседание активистов молодежного самоуправления Славянского района. Среди почетных гостей были депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский и депутат Городского совета Денис Выпринцев. Заседание молодежного самоуправления проводится регулярно. На таких встречах лидеры и активисты молодежного движения района обмениваются опытом, обсуждают актуальные вопросы, разрабатывают планы и проекты дальнейшей работы. На заседание приглашают и почетных гостей, которые делятся с подрастающим поколением своими знаниями, помогают решать насущные задачи, оказывают поддержку молодежным инициативам. В прошлый раз славянская молодежь встречалась с главой района Романом Синеговским. На эту встречу были приглашены депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский и депутат Городского совета Денис Выпринцев. О реализации социально значимых инициатив с участием молодежи рассказал начальник Управления по делам молодежи Олег Смольников. Основная задача молодежной политики – это создание условий для развития и реализации способностей и потенциала молодого человека. Для ее решения районное управление по делам молодежи реализуют муниципальную программу «Молодежь Славянского района», в основе которой 18 основных направлений – от волонтерства до предпринимательства. Мероприятие программы охватывает молодежь всех 15 поселений района. Затем состоялся диалог, в ходе которого были затронуты важные проблемы. Речь шла о том, что волнует молодых людей разного возраста. Какую помощь в решении их жизненных вопросов могут оказать активисты и молодые депутаты? Мне кажется, ваш актив, он должен понять, что границ в молодежной политике нет. За нее отвечают все. Вот мне кажется, была бы здравая идея создания такого координационного совета по молодежной политике, куда бы вошли вы и вот те люди, которые как раз и занимаются теми вопросами, о которых вы сейчас говорите. То есть, ваша задача, вы же координаторы, услышать молодого человека с его проблемой. И правильно, как диспетчер, сориентироваться. И потянуть ресурс того управления, отдела, направления, который может помочь этому человеку. Но вы лидеры сегодня. Если к вам идет молодой человек, задает вопрос, то как минимум вы должны помочь. В какой кабинет зайти? В какой программе вы участвуете? А что делать? И нам важно, конечно, дать понять всей молодежи, поскольку мы лидеры, что мы как раз проводники, мы можем соединить его вопрос с ответом жизненным и так далее. Мне кажется, вот это важно понять. На своем примере почетные гости показали, чтобы добиться успеха, важно начинать со снов, ставить перед собой цели и достигать их. Виктор Чернявский был учителем, потом стал директором, начальником управления образования, депутатом Кубанского парламента. Денис Выпринцев пришел на нефтеприрабатывающий завод оператором, теперь исполнительный директор, депутат городского совета. Чтобы чего-то добиться, важны знания и желание работать. Это, я считаю, конство, да, ставишь задачу, добиваешься результата, завтра тебя замечают. Всех абсолютно сегодня касается работы, да, это все мы по земле ходим, и мы все, я такой же сам вот здесь ходил и учился, и думал, где мне завтра работать. И пошел, ну вы все завтра выйдете, получите образование, пойдем куда-то работать. На предприятие любое, местное, здесь и дальше поедете, на малых должностях начнете. Но если у нас будет все подпорства, мы начнем получать результата. Гости рассказали активистам о том, что помогают открыть на базе славянских техникумов обучение по востребованным специальностям, чтобы молодежь не уезжала в поисках хорошего заработка из дома, а могла здесь учиться и работать. Также обсудили направление работы юнормейцев и поисковиков. Подводя итоги встречи, Виктор Чернявский отметил, молодежь должна активнее продвигать свои идеи. Новый взгляд на жизнь очень важен и нужен. И здесь большая надежда на лидеров молодежного самоуправления. А власти депутаты готовы поддерживать начинание молодых. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».